Количество вызовов врачей на дом каждый день доходит до 500. Поток пациентов растет, работать приходится на износ. Да и врачей не хватает, многие медработники заблевают сами. На помощь опытным коллегам приходят студенты медицинских вузов. Ординаторы – это выпускники вузов, которые закончили педиатрические или лечебные факультеты. Это специалисты, готовые к работе в первичном звене. Все молодые медики в медучреждения вышли добровольно. Они и раньше совмещали учебу с практикой, но сейчас в условиях пандемии их помощь особенно важна. Сейчас укомплектованность 47% участковых врачей. Вызовов, если сказать, что максимальное количество вызовов, которое у меня было, это 1200 в сутки. Потом снизилось до 500-700. Нам очень хорошо помогают ординаторы, то есть студенты, которые закончили шестой курс и учатся в ординатуре по какой-либо специальности. В настоящее время в 4-й поликлинике трудятся 13 ординаторов. Помогают докторам и студенты медицинского колледжа. В жизни молодых ребят началась, наверное, самая ответственная практика. Аида Исаева – ординатор, будущий терапевт. Приступила к работе в поликлинике два месяца назад. Ее обязанность – проводить осмотр пациентов перед вакцинацией и выписывать направление на второй компонент вакцины при необходимости. Очень много народу. Массово идет вакцинация сейчас. И не хватает врачей. И каждые руки не могут быть лишними сейчас. Работаю на полставки 4 часа в день. Поэтому я особо не перетружаю себя. Если очень много человек, то, конечно, настаёмся. Конечно, сразу ставить диагноз никто не даст. Вся работа под контролем опытных специалистов. Но в эпоху пандемии студенты берут на себя ощутимую часть работы. Выписывают рецепты, заполняют карточки пациентов, ведут приемы, ездят на вызовы и проводят осмотры перед вакцинацией. Помогает не только молодежь. Врачи из других отраслей здравоохранения значительно облегчают работу медработников 4-й поликлиники. Конечно, нам помогают и другие лечебные учреждения, которые напрямую не задействованы в вакцинации. Это, например, к нам приходили врачи, помогали с физкультурного диспансера, были врачи. Были врачи из центра профпатологии. Приходило два врача, которые помогали нам работать. Сегодня ко мне пришло два доктора из наркологического диспансера. Врачи-ординаторы, медсёстры, санитарки сегодня отдают все силы и ежедневно рискуют своим здоровьем в борьбе с пандемией. Алина Тихонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.